Перерыв закончен, матчи начались, а значит началась гонка команд за места в таблице. Футбольный клуб Нижний Новгород отдыхал с конца ноября, не болельщики соскучились по команде, игрокам и собственно по футболу. Это было что-то не ломаемо, скажем так. Три месяца ожидания, это было довольно-таки тяжело. Мы реально вот с этим семейным сектором, мы прям везде переживались, когда же начнется, как пойдет. Я думаю, что должны они играть лучше, чем в прошлом сезоне. Потому что в прошлом сезоне мне больно понравилось. Хочется, чтобы они все-таки поднялись еще повыше за таблицей турнирной, я тоже наблюдаю. Поэтому сейчас сегодня с удовольствием посмотрю, буду болеть. Болельщиков на стадионе много, 5600 зрителей объявит во время матча ведущий. Кроме долгожданного выхода команды на поле, их ждал и другой сюрприз. Официально представлен талисман футбольного клуба Нижний Новгород-Богатый Кузьма. А вот сама игра не подарила ярких эмоций. Со стартового свистка футболисты Нижнего и Калининградской Балтики увязли в середине поля. Лишь изредка создавали опасные моменты. Самый что ни на есть реальный шанс, чтобы открыть счет, появился в середине второго тайма. Новичок ФКНН Николай Абольский после отскоков штрафной оказывается перед воротами, но бьет точного вратаря. Матч так и заканчивается без голов. 0-0 и команды расходятся миром. Футбольный клуб Нижний Новгород остается на прежнем месте в турнирной таблице Олимп первенства ФНЛ. Команда Роберта Евдокимова с равным количеством очков по 36 делят 10-11 строчку. Следующий матч футболисты Нижнего проведут 15 марта в Хабаровске против местного СКА. Начало игры в 8 утра. Трансляцию матча можно будет посмотреть в группе футбольного клуба Нижний Новгород ВКонтакте. Артемий Катков и Владимир Гайдай. Время новостей.